Наступает пора выпускных. Экзамены сданы и можно подводить первые итоги. Сегодня у нас в гостях главный специалист отдела образования, муниципальный координатор ЕГЭ Надежда Смирнова. Доброе утро, Надежда Ивановна. Доброе утро. Какие можно подвести первые итоги сдачи экзаменов? Сколько у нас стобальников и есть ли те, кто не сдали? Ну, закончился основной период сдачи экзаменов. Для выпускников сейчас наступает, можно сказать, тоже горячая пора. Сейчас проходят выпускные вечера. Ну и при получении аттестации, да, у них основная задача сейчас это подать документы в ВУЗ. Ну и сейчас мы уже можем как бы предварительно подвести итоги. В этом году у нас сдавало 971 человек экзамены. По итогам экзаменов у нас 29 стобальных результатов. Соответственно, мы говорим стобальных результатов, потому что 3 человека у нас сдали на 200 баллов. То есть у них есть 2 результата по 100. Ну, если говорить об основных экзаменах, таких как русский язык, математика, да, которые дают право на получение аттестатов, то можно сказать, что в этом году как бы ребята сдали лучше. Ну, математику у нас не сдали, это 42 человека, но в резервные сроки они пересдавали. Не позднее 1 июля мы получим результаты и будем надеяться, что все пересдали. Потому что экзамены, конечно, это волнительное время, да, есть дети, которые переживают, не могут сосредоточиться. Ну, и будем думать, что, и надеяться, что уже в резерв все эти 42 человека сдали. Это намного лучше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас не сдали в основной период 53 человека. Ну, если говорить про стубальные результаты, то, соответственно, по основным предметам по-русскому у нас 7 стубальников и по математике 6 стубальников. Соответственно, мы, конечно, сдавали еще экзамены и по выбору, да. Если говорить не сдали, то, конечно, в каждом предмете по выбору, это там и химия, и литература, да, и истории, и общество знаний, иностранные языки. Есть дети, которые не преодолели минимальный порог. Но все мы знаем, что 4-5 июля у них есть шанс улучшить свои результаты, и будем надеяться, что они справятся с волнениями, и у них все получится. Конечно, у нас стубальные результаты не только по русскому языку и математике, но и по предметам по выбору. Соответственно, по литературе мы имеем 8 стубальных результатов. По химии у нас 1 стубальный результат. По иностранному языку в этом году впервые у нас 3 стубальных результата. Ну и, соответственно, у нас еще имеются результаты, это по физике, 5 стубальников. И в итоге мы получаем 29 стубальных результатов. Хочется поздравить этих ребят, особенно тех троих, которые получили по 200 баллов, то есть шансов поступить в выбранный вуз. У них увеличилось вдвое. Соответственно, это ребята двое из физико-математического лицея и одна девочка из Сергея Посадской гимназии имени Альбинского. Нельзя не отметить заслугу учителей, которые так старательно готовили, выдающихся выпускников. Расскажите, сколько таких учителей и которые, в частности, будут поощрены? Ну, в районе у нас 8 учителей, которые подготовили, ну, их, конечно, больше, мы скажем так, что 23 учителя, да, но 8 из них это те, которые подготовили ребят, которые получили 200 и более результатов. Соответственно, эти учителя будут поощрены денежным награждением. Хочется отметить Михайлову Ирину Николаевну, учителя русского языка и литературы Сергея Посадской гимназии имени Альбинского. Она подготовила двух стубальников по литературе и четырех стубальников по русскому языку. Соответственно, у нас Шутов Владимир Иванович, учитель физики Сергея Посадского физико-математического лицея, подготовил трех выпускников, которые получили 100 баллов. Гавриленко, учитель математики, тоже Сергея Посадского физико-математического лицея, подготовила трех стубальников, которые получили по математике. И Краснова Вера Владимировна тоже подготовила трех выпускников, которые получили 100 баллов по математике. Гнездилова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы лицея номер 24, подготовила двух стубальников, одного по русскому, одного по литературе. Романова Вера Николаевна, это учитель школы номер 21, которая подготовила двух стубальников по литературе. Сейдикова Елена Васильевна, учитель английского языка, как мы сказали, впервые у нас так много в этом году, подготовила двух стубальников, и она у нас работает в Сергея Посадской гимназии имени Альбинского. Ну и также хочется отметить школы, которые также учителя, которые подготовили по одному стубальнику. Потому что так складывается впечатление, что у нас только стубальники в гимназии имени Альбинского и физико-математическом лицее. Но также у нас есть результаты в гимназии номер 5, в 11 школе, в 16 школе, школы города Пересвет 8 и Ходьковской школы номер 1. Всем им огромное спасибо за такие результаты. Надежда Ивановна, а если взять медалистов, сколько в нашем округе в этом году выпускается медалистов? Ну, медалисты, вы знаете, теперь у нас есть первой степени и второй степени. И вот, как мы говорим, как мы раньше говорили, золотых медалистов у нас 75 и серебряных 81. Здорово. По экзаменам. Как экзамены, в частности, проходили? Все ли было в порядке? Не было ли каких-то инцидентов? Ну, экзамены у нас прошли в штатном режиме, да. Мы, когда с вами встречались, говорили, что экзамены сейчас технологичные, да. Мы надеялись, что техника нас не подведет. И, слава богу, все прошло штатно. Техника нас не подвела. Все сработало четко. Четко сработали организаторы. Всем им тоже огромное спасибо за их труд. И, соответственно, никаких нарушений у нас в районе выявлено не было. Спасибо вам большое, Надежда Ивановна. А мы поздравляем всех выпускников с окончанием экзаменов. И желаем успешно поступить в желаемые вузы. А я напоминаю, что у нас в гостях была Надежда Ивановна Смирнова. Муниципальный координатор ЕГЭ.